Изначально в повестке сессии было 15 вопросов. Комитет по госстроительству предложил рассмотреть законопроект об изменении Конституции Татарстана уже в окончательном виде. Изменения в Конституцию Республики Татарстан отражают федеральные инновации, в то же время призваны обеспечить стабильность и преемственность основного закона республики. При этом программный потенциал Конституции сохраняется. Реализовываться он будет по мере адекватного развития правотворческой деятельности на всех уровнях и соблюдении конституционной законности. Предложено было изменить 6 разделов, 60 статей, добавить 2 новые и 25 упразднить. Так прокуроры республики, руководители специализированных прокуратур будут назначаться после консультации Советом Федерации. Вместо упраздненного Конституционного суда Татарстана появится положение о Конституционном совете республики. Также в основном законе закрепляется текст присяги высшего должностного лица. После проведения дополнительных консультаций по вопросу, связанному с наименованием высшего должностного лица, было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять новые наименования высшего должностного лица после вступления в силу, рассматривая сегодня проекта закона республики Татарстан. Таким образом, после вступления в силу изменений в Конституцию, должность руководителя республики будет именоваться глава РАИС. Как отметили парламентарии, все изменения детально изучены. Над этим трудилась специальная рабочая группа. Ставлю на голосование предложение комитета прения по этому вопросу проекта закона не открывать, не выступать. Это труд, очень большой труд. Очень скрупулезность юридической точки зрения, права, даже политический вопрос. Мы нашли взаимоприемлемое решение. В итоге парламентарии приняли документ в первом чтении. Ко второму поправок не поступило. И депутаты также большинством голосов утвердили законопроект в окончательном виде. Сегодня вечером его подписал Рустам Миниханов. Документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Дмитрий Ариин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.